Мы находимся на юго-западных подступах в Горловке, где вооруженные силы ДНР держат оборону, обустраивают свои позиции. И сегодня побеседуем в частности об этом. Скажите, пожалуйста, я вижу, что позиции с каждым визитом становятся все лучше и лучше, и шире окопы, и укреплены их стенки мешками в два ряда. Расскажите, пожалуйста, об этом подробно. Чем глубже окоп, тем целее солдатская голова. Поэтому мы стараемся ежедневно, хоть немножко, не взирая ни на какую погоду, углублять, расширять сообщения о траншеи, стрелковые ячейки. Проведете нам небольшую экскурсию по солдатскому быту в условиях позиционной войны? Давайте пройдем. Пойдемте в блиндаш. Вот блиндаш, в котором я обитаю. Мы находимся в бытовом помещении, если я правильно понимаю, да, где военнослужащие живут на позициях. Расскажите нам подробнее, как это устроено, как это сделано? Своими силами вырыли в блиндаш ближайшие посадки. Нарезали стволы в деревьях, попрылись сверху землей. Я смотрю, вот сделана гидроизоляция. Да, закупили гидроизоляцию, я гвоздик все это обил, чтобы земля не сыпалась. Глубо отдыхаешь. Я вижу, что вы организовали электропытание, есть подзарядки. Аккумулятор у нас ведет зарядка на батарею, от нее уже идет электричество по блиндажам свет. Я вижу, что это все собрано из абсолютно коммерческих деталей. Да, это все своими руками наш командир извода, умелец все это сделал. Я вижу такую редкую вещь, для которой не часто встретишь в блиндажах, да, вот это какие-то двери, которые ведут куда-то за стену, что это? Ну, так как блиндаж у нас командирский, соответственно, это у нас и призерное место для хранения оружия, или каких-то боеприпасов. Тоже сделано своими руками все. Там полки. Емкость, где хранятся ящики. Тут же у нас вот буржуйки установлены, где сушим обувь, одежда. Место для мытья рук, посуды. Там же у нас империзированная углярка. То есть, там привозят улы, есть с чем топить. То есть, под холоду мы не дрожжим. Здесь же я вижу, да, оборудованы спальные места, где можно везти отдых. Да. Ну и вопрос тоже важный, конечно. Он сверху сделан во сколько накатов, и что он может выдержать в случае обстрела неожиданного? Ну, перекрытие достаточно толстое. Ну, сверху метра, два, наверное, земли. Душу, надеюсь, даже он будет сто двадцатку выдержать. Сто двадцатку может выдержать. Все блиндажи у нас примерно одинаково. То есть, здесь спальные места, буржуйки. Место, где обсушиться, умыться, побриться. Ну, и так, хотелось бы, конечно, чтобы у всех было примерно так же. Какая сейчас обстановка на вашем участке фронта? На нашем участке фронта установка начинает немножко, становится под накрежением немножко. Противник недавно ротировался. По нашей среде, там, что двадцать пятая аэромобильная бригада. Штурмовики. Ну, и, как сказали, что их года это не давали отыскать инструктора. Они начинают все ближе-ближе занимать, как-нибудь так, все регионы. Строить новые гляндажи. И уже работать и со стрелкового оружия, с топ-микровых предметов, с французских гарантометров, с танковых гарантометров, ну и так далее. Расскажите, в свете вот последних заявлений полковника Басурина о стягивании сил, о возможности украинского наступления, чувствуете ли вы изменения в поведении противника с прошлыми периодами? Да, чувствуете противника, встал наглее. Чаще применяют, вызывают, вызывают, чаще применяют стрелковое оружие, фортнокалиберное, открывают провокационный огонь, стараются выявить наши огневые точки. Чего мы пока не позволяем делать, стараемся не отвечать. Продолжение следует...